Ваше внимание, что мы хотим поговорить с вами о трех основах. Очень важным является для нас всегда изучать книги. Почему говорить? Потому что мы сегодня можем поговорить с вами на абсолютно любую тему, а затем ты не знаешь, где ты будешь повторять, где ты будешь возвращаться к этому вопросу. То есть та информация, которую ты берешь, она потеряется у тебя. То есть если ты изучал какую-то книгу, ты всегда знаешь, куда тебе вернуться, то есть вернуться к той информации, которую ты получал. Самое важное, что мы изучаем, это те книги, которые нам посоветовали, то есть завещали нам наши ученые изучать эти книги. То есть ты не берешь какую-то книгу, которая тебе нравится, не так это делается. Например, шейх Аиса в России говорил, на словами «Побли». Какую машину купит, например, шейх, если приедет к нам в Россию? То есть машина, которая известна у нас, и есть запчасти на нее можно купить, или же какая-то машина, на которой он никогда не найдет запчасти. Таким же образом, когда мы выбираем книги, мы смотрим на те книги, которые известны среди ученых, на которые есть много толкований. Есть разные, то есть издательства этой книги, чтобы найти ошибки и так далее. То есть книга, которую, то есть ею занимались люди, занимались ученые люди. У нас есть очень важная книга, которая касается Единобожия, а это, то есть три основы. Сначала, до того, как мы начнем изучать эту книгу, мы начнем с пяти вопросов. Самый первый вопрос, почему мы изучаем Единобожие? Да. Кто ответит? Если человек спросит тебя, почему ты изучаешь Единобожие? На русском можно, да? Да, да. Изучаем Единобожие для того, чтобы знать, чтобы в ширк не попасть, да, поклоняться от Аллаху. Я говорю на тааллим от тавахид, хотя ля накаў в ширк. Хотя ля накаў в ширк. Мумтаз, тама. Наам. То же самое. Нася ширк. Наам. Тавахид. То есть, без причин безопасности на свете. Наам. Ну, чтобы не попасть в ширк, и для того, чтобы понимать, как поклоняться. Кому поклоняться? Я говорю, хатта на тааллим айбада аля шейфа. Наа тукбал альбада бидун таху таухида аслан. Говорят шейф более того. То есть, в принципе, айбада не будет, то есть, поклонение не будет принято, если нет Единобожия. Наа ядху ла ла ёанна ла муахид аслан. Человек только и только Единобожник задержит. Это призыв всех пророков и посланников, алейху аслан. И может быть, в России где-нибудь тебя какой-нибудь человек на улице спросит, ты мусульманин, ты единобожник? Ты скажешь, да, естественно, я единобожник. И тогда он тебя спросит, хорошо, разъясни мне, что такое Единобожник? Я хочу быть таким же Единобожником, как и ты. Если ты скажешь, я не знаю. Тогда значит, это лжесвидетельство у тебя, а не свидетельство. Самое важное, что мы должны изучать, это Единобожие врачи. Может быть, тебя также кто-нибудь спросит, когда ты будешь идти где-то, спросит, ты многобожник? Что ты скажешь? Ты скажешь, при этом, я ни в коем случае не многобожник. Если он тебя спросит, что это за ширк? Что это за многобожник, который Аллах спонтарь запретил тебе? От которого ты предостерегаешь и говоришь то, что нет, я не причастен к нему. Если ты скажешь, я не знаю, то есть не смогу объяснить, то тогда, быть может, ты из числа того, то есть тех людей, которые попали в большое многобожие, ты не знаешь об этом. Поэтому очень важно изучать Единобожие врачи и остерегаться ширка, и обучать людей этому Единобожию. Это первый вопрос. Зачем вообще изучаем Единобожие? Потому что есть такие люди, которые вообще не хотят, что мы доносили до людей Единобожие, или изучали Единобожие. Шайтаны. Второй вопрос. Почему мы выбрали именно эту книгу? Почему мы именно эту книгу хотим изучать? То есть, если кто-то у нас спросит, почему мы сегодня решили именно эту книгу читать? Потому что ученые советуют, говорят, читать эту книгу. Поэтому мы сами по себе не выбираем то, что мы хотим делать. То есть, или же в Ютубе, например, пишем то, что вот хотим. Или же изучать таким образом, как ты пожелал. Это не твое, то есть не ты это выбираешь. Это тебе объясняют большие ученые. Ты должен у них спросить и потом идти по этому пути. Если этот человек, например, брат наш, хочет стоматологом быть. Что он будет делать? То есть, он себе возьмет вот это кресло, которое, то есть, у стоматолога бывают все вот эти превосходности. И откроет себе, то есть, какой-то кабинет и напишет на нем стоматолог. Так это делает? Нет, не так. Никто к нему не придет. То есть, если он хочет стать стоматологом, он обязан идти и изучать у стоматологов, то есть, эту науку. То есть, возвращайся к врачам. Сначала ты, говорят, ему тогда скажут, сначала ты пять лет учишь просто медицинскую. Затем два года специалитет. Затем мы будем тебя проверять. И каждый год обязательно ты должен быть проверяем. Будем проверять тебя каждый год. Так это или не так? А что касается знаний, то некоторые просто говорят, как хочешь, как хочешь делай, как хочешь изучай. Каждый думает, что он является ищущим знания. Но это ошибка, говорит, в Аллахе ошибка. Ты должен идти и на этом пути так, как говорили тебе большие ученые. То есть, если шейх наш дорогой скажет, возьмите именно эту книгу, ты скажи, хорошо, я хочу услышать из больших ученых. Кто советовал? Поэтому человек должен сказать, что я хочу идти по тому пути, к которому шел Ибн Баз, Ибн Уфаймин и так далее. То есть, если наш дорогой брат начнет изучение таким образом, как изучал это шейх Ибн Уфаймин, что с ним будет в итоге? Будет второй Ибн Уфаймин. Так же или нет? Так же или нет? Лакин, мушкилетна, хуна ядрус калил, хуна калил, хуна калил, хуна калил, хуна калил, хуна калил, хуна калил, яхрич бил ащейх. И поэтому проблема братьев, то, что они начинают здесь немножко взяли, там немножко, здесь немножко, и потом с нулем выходят. Понятно это? Хатта ютьюб ла тасмак ай шейх. Даже в интернете, то есть, не надо слушать каждую вещь. То есть, не так, как ты хочешь. Дословно переводится, не так, как ты виноват. Например, во времена сподвижника. Была ли у нас Мадраса Ибн Аббаса, например? Или же Мадраса Ибн Масуда, Школа Ибн Умар. Школа Ибн Умара. То есть, не имеется ввиду, что именно вот школа у него построила здание, а имеется ввиду, были ли известны определенные из числа табирина последователи, которые были известны как ученики, то есть, их называли школой такого-то сподвижника, школой такого-то сподвижника и так далее. Поэтому у каждого студента обязательно должен быть путь в обучении, то есть, в изучении у него должен быть определенный путь. Чтобы человек сам как хочет, так и ходит. Такое, в Аллахе, то есть, все очень нравится. Сколько дней проходит, и ты не знаешь, чем ты вообще занят в эти дни. Человек думает, берет телефон и думает, что он просто сидя там в WhatsApp и так далее, выйдет в итоге ученым. Надо идти по определенной программе. Например, шейх Айса подумает и скажет, что я вот в своем научном пути хочу 7 лет учиться. Первые шесть месяцев, иншаллах, говорит, я завучу Коран вместе с коротким тавсиром Корана. А потом шесть месяцев или же год хочу, то есть, изучать именно арабский язык. Затем два года фикх, например. Что будет с ним через 3-4 года? Очень, то есть, сильный, ищущий знания. А если кто-то, то есть, как у этого послушал какую-то книгу, потом туда пошел, сюда пошел, где-то в интернете и так далее? Нет. То есть, не таким образом это делать? Обязательно, то есть, начни сейчас же, напиши себе определенную путь. То есть, начну с Единобожия, например. Затем три основы, то есть, в Единобожии. Затем, например, каваид 4. Затем 4 правила. То есть, глава важный урок. Китаб Алт-Таухид. Китаб Алт-Таухид. И ты увидишь то, что ты, то есть, действительно, будешь продвигаться. То есть, знания будут укрепляться, и ты будешь, то есть, выше и выше становиться знания. Суааль. Алейкум Саламу Рахмакулу. Суааль. Вопрос, например. Аль-Ан, хааза аль-Ах, ма-танас. Накуль лаву, аль-Ан нурид Тарджааи ла ул-а-бтедааи. Ул-а-бтедааи, с Сафа ла ов-а-бтедааи. Если мы сейчас у брата спросим. Тадрус مع ла-у-ла-да-с Сига. Хотим, чтобы ты сейчас вернулся в первый класс в школу, с детьми учиться. Будешь доволен ты этим? Хочешь? Нет, никак. Почему не захочешь? Скажет, первый класс это легко, дайте мне экзамен. Знаете, я вам сдам этот экзамен? Тогда вопрос, почему каждый шейх, каждый раз, когда вы начинаете обучение единобожию, вы начинаете с трёх основ. Почему? Почему мы в первый класс не хотим возвращаться, а три основы заново и заново преподаем? Потому что мы не можем ни до конца, ни отлично доносить. Если ты отлично изучишь, то есть с первого раза три основы, то есть приходит шейх какой-то и говорит, я хочу преподать тебе три основы. То есть ты скажи, шейх, давай я тебе сдам экзамен по этой книге. То есть я разбираюсь. То есть я хочу, например, другие книги, уже выше книги, книгу единобожию, акида васты и так далее проходить. То есть если ты прошёл какую-то книгу, например, книгу единобожию, или какой-то шейх хочет преподать тебе эту книгу, то ты скажи ему, подожди, шейх, давай ты меня проверь по этой книге. То есть может быть я её уже знаю. Поэтому мы не будем повторять одно и то же. То есть если один раз отлично, хорошо изучил, то всё, больше мы не будем её повторять. Понятно? Поэтому у нас в обучении должен быть обычный, то есть должен быть положенный путь. Но нельзя тебе, то есть просто так. То есть как люди учатся в университетах, например, каждый раз у тебя новая ступень. Какая польза от этого обучения? То есть некоторые говорят, дай мне какой-нибудь подарок, чтобы я действительно изучал. Подарок и польза, если ты изучишь эти три основы, будет что? И будешь совершать деяния по этим трем основам. И призывать к этому. И обязательно будешь сначала терпеть в изучении, затем в деянии, затем в призыве. С дозволения Аллах, Субханда Ле Таэн, ответишь на эти три вопроса? Последний вопрос, пятый вопрос. Пятое это, какую бы тебе книгу не подарили, ты бы не купил какую-то книгу, что ты с ней в первую очередь делаешь? До того, как ты положишь эту книгу себе в портфель, в машину или же на полку, сначала пробегись по этой книге. Обязательно прочитай оглавление и содержание книги. Любая книга, которая к тебе попала, пусть даже это будет электронная книга, обязательно прочитай оглавление, затем содержание.